Праздничное богослужение Благовещение Пресвятой Богородицы Сегодня праздник Благовещения и главная служба в Архангельской епархии совершается в Свято-Илинском кафедральном соборе Это торжественное богослужение возглавляет правящий архиерей нашей Архангельской епархии, Архангельской митрополии, митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил Ему сослужит духовенство Свято-Илинского собора, а также священнослужители храмов города Архангельска Об истории этого праздника, об особенностях богослужения, вам расскажу я, священник Валерий Суворов, настоятель Воскресенского храма города Северодвинска на острове Ягры Напомню, что праздник Благовещения Пресвятой Богородицы – это один из 12 главнейших православных христианских праздников Благовещение, само слово, означает «благая» или «добрая весть» В этот день Деве Марии явился Архангел Гавриил и возвестил о том, что от нее, через нее в мир придет Господь Иисус Христос Что она по предвечному совету Святой Троицы, по определению Божию, станет Матерью Сына Божьего и Спасителя мира Иисуса Христа Как свидетельствует церковное предание, до 14 лет Пресвятая Дева воспитывалась в храме, в Иерусалимском храме А затем по закону должна была оставить его, потому что уже достигла совершеннолетия Ей предлежало либо вернуться к родителям, либо выходить замуж Желание выдать замуж Пресвятую Деву Марию было у священников храма Однако, когда они попытались исполнить это свое решение, мнение, она отказалась, сообщив, что навсегда взяла на себя обет девства Тогда Марию обручили дальнему ее родственнику, овдовевшему 80-летнему старцу Иосифу Чтобы он заботился о Марии, охранял ее, охранял ее девство И вот, живя в галилейском городе Назарете, в доме Иосифа, Пресвятая Дева вела благочестивую, смиренную жизнь пред Богом Такую же скромную и уединенную жизнь, какую она вела ей при самом Иерусалимском храме Прошло 4 месяца после обручения И ангел является Мария В тот момент, когда она читала священное писание Входя к ней, архангел говорил, сказал Радуйся, благодатная Господь с тобой Благословенно ты между женами Об этом ангельском приветствии, об этой встрече Архангела Гавриила и Девы Марии свидетельствуют нам евангелисты В частности, евангелист Лука в первой главе Радуйся, благодатная Благодатная, то есть исполненная, наполненная благодатью Божией Наполненная благодатными дарами Святого Духа И вот, придя к Деве Марии, архангел говорил, возвестил ей, что она нашла, обрела величайшую благодать у Бога Быть матерью Сына Божия Мария в недоумении спросила ангела Как может родиться у нее сын? У нее, у той, которая не знает мужа И тогда архангел открыл ей истину Которую он принес от всемогущего Бога Дух Святой найдет на тебя, и сила Вышнего осенит тебя Посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим И вот, узнав эту волю Божию и всецело предавая себя воле Божией Святая Дева ответила Все раба Господни, да будет мне по слову Твоему И вот только после этого согласия Слово, Слово Божие, Бог Слово Становится плотью И с этого момента начинается евангельская история Поэтому о празднике и благовещении говорят, что днесь спасение нашего начала Об этом мы неоднократно еще с вами сегодня поговорим Размышляя и рассуждая над содержанием праздничного богослужения В честь благовещения Пресвятой Богородицы Напомню, что главное богослужение, сегодняшний праздник Богослужение нашей митрополии совершается в Свято-Иллинском кафедральном соборе Его возглавляет митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил Сейчас Владыка, находясь в центре храма, на возвышенном месте, на кафедре Снимает с себя торжественную архиерейскую мантию, ариасу и клобук, головной убор И облачается в освященнической одежде Или облачение Именно в таком приготовлении внешнем и внутреннем Священник совершает Божественную Литургию Владыка облачает первую одежду белый Допола Стихарь, который в архиерейском облачении Носит именование подсакосник Стихарь имеет Это первая священная одежда Которую носят и церковные служители, чтецы, и подиаконы, и диаконы Этой одеждой облачается и архиерей Второй священной одеждой, которая полагается на владыку, является и петрахий Эта лента, сложенная таким образом, чтобы быть одета на шею Символизирует об особой благодати священнического и диаконского служения Если вы обратите внимание, эта же лента полагается на стихарях На облачении послушников, которые помогают владыке в облачении И по диаконам Эта лента, полагаемая на левое плечо диакона, называется арарем А полагаемая на шею священника, называется и петрахий На руки владыка одевает поручи, правую и левую поручь, что свидетельствует о том, что всякое действие божественной литургии есть действие не только человеческое и не столько человеческое, сколько действие Божие, проявляемое совершением обряда священниками Следующим облачением церковным является пояс Пояс символизирует о готовности трезвенного, сосредоточенного, бодрого, целомудренного служения Господу На правое бедро священнослужителю, владыке, возлагается палец, четырехугольный плат, который изображает собой духовный меч, Слово Божие Потому что Слово Божие, Библия, Евангелие является сильнейшим орудием против врага человеческого рода, дьявола Сверху на архивее возлагается сакас Символ сакаса очень древний Изначально он пришел в облачение церкви из облачения из торжественных одежд византийских императоров И свидетельствует о особом царском служении священства На плечи владыки возлагается великий амафор или большой амафор Это широкая лента, которая обвивается вокруг плеч и шеи архиерея Напоминая о словах Спасителя, которые Он говорил всем нам О том, что Христос, подобно доброму пастуху, доброму пастырю Находит одну потерявшуюся овцу И чтобы спасти ее, полагает ее себе на плечи и несет ее к своему стаду Так и архиерей, являя служение Христова, полагает себе на рамена амафор Воспоминая и являя церкви о его всецелом служении в церкви О всецелом служении каждому человеку в церкви И образ славного, прославленного венца Христова На главу архиерея возлагается головной бор Митра И перед этим мы увидели, как владыка одел признаки архиерейской власти И святыни, это святые крест и панагия Закончилось облачение И уже в облачении владыка отходит от кафедры Поднимается на амвон для того, чтобы начать сегодняшнее богослужение Богослужение сегодня особое Вы обратили внимание, что на аналое, на центральном аналое лежит крест Продолжается Великий пост Крест и икона Благовещения сейчас находятся в центре храма И вот в Великом посту наступила третий воскресный день Мы как бы следуем за третьим воскресением поста Который называется неделей крестопоклонной И вот Великий пост откладывает большой отпечаток на богослужение Праздник Благовещения Оно исполнено чтение, сосредоточенных молитв В нем соединяются элементы Великого поста Постного богослужения и праздничного торжества Давайте мы услышим, какое чтение сейчас идет в храме А в храме сейчас должны читаться часы Праздник Благовещения Праздник Благовещения Праздник Благовещения Зареминарскому Благовещения Праздник Благовущения Гребская Праздник Благовещения Сейчас мы слышим, как в храме читается третий час. Час. И я до паузы сказал, что сейчас мы станем свидетелями, как в храме читаются часы. О каких часах идет речь? Часы — это особое краткое богослужение суточного круга. Часы в богослужении бывают четырех видов. Первый час, третий час, шестой час и девятый час. Их название соответствует принятому астрономическому делению, которое существовало в Древнем мире, в Римской империи в частности. Сейчас читается третий час. Он соответствует нашему времени от шести утра до девяти утра. Третий час, он напоминает нам о том, что в это время на апостолов, находящихся в Иерусалиме, уже по воскресенье Христа, после Его вознесения, сошел Дух Святой. И главная центральная мысль этого часа — это прославление события сошествия Святаго Духа на апостолов. «Господи и же Пресвятаго Твоего Духа в третий час апостолам Твоим не спаславый. Того благи, не отыми от нас, но обнови нас, молящихся Тебе». Это богослужение третьего часа. Затем читается час шестой. Как и третий час, шестой час имеет похожую схему. Начинается с чтения особых псалмов, то есть выборочных псалмов из книги «Псалтыр». Также во время часов читается тропари. Тропари сегодня праздничные. Они отражают содержание праздника Благовещения Пресвятой Богородицы. Читаются особые молитвы. Шестой час напоминает нам о том, как Господь распятый на Христе предал свой Дух Господу. То есть о крестной смерти и страданиях Христа Спасителя. «И же в шестый день же и час на кресте, пригваждей в раи дерзновенный Адама в грех и согрешений наших, рукописание, раздери Христе Божий и помилуй нас». Так главное песнопение шестого часа отражает нам ту евангельскую историю крестных страданий и смерти на кресте Господа Иисуса Христа. Вот такие богослужения краткие сейчас совершаются по уставу. Все они не случайны, они готовят нас к главному богослужению праздника, а именно к Божественной Литургии. В связи с тем, что идет Великий Пост, третья неделя Великого Поста или Третья Седмица, Крестопоклонная Седмица, богослужение имеет некие постные элементы, которые напоминают нам о необходимости особой духовной, духовного сосредоточения, молитвы и покаяния. Именно покаяние является целью нашего поста. Напомню, что сегодняшнее праздничное богослужение в День Благовещения Пресвятой Богородицы возглавляет митрополит Архангельский Холмогорский Даниил. Службу проходит в Свято-Илинском кафедральном соборе. Но праздник Благовещения – это, безусловно, праздник не только одного храма или федерального собора. Во всех храмах Русской Православной Церкви, на всех широтах и часовых поясах, и даже на всех континентах, на канонической территории Русской Православной Церкви совершается ныне богослужение, День Благовещения Пресвятой Богородицы. А люди собираются в этот храм для того, чтобы прославить Господа и Его Пречистую Матерь, избранную Господом для того, чтобы послужить и стать Девой Марией. Сегодня престольные праздники в нескольких храмах, которые находятся на территории Архангельской Метрополии. Например, праздник Благовещения является престольным праздником для Благовещенского храма Преображенской Соловецкой обители. Кто бывал в этой святыне, в Соловецком монастыре, может быть, припоминает Благовещенский надвратный храм, в котором совершается будничное богослужение. Вот сегодня престольный праздник этого храма. Еще престольный праздник отмечает сегодня храм Благовещения Пресвятой Богородицы, который находится в колокольне Свято-Троицкого Антония Васильского монастыря. Кто бывал в Свято-Троицком монастыре, вспоминает этот маленький уютный храм в здании колокольни. Вот сегодня престольный праздник и этого храма. Престольный праздник отмечает сегодня Благовещенский собор города Солево-Чегодска, который находится на территории Котловского района, на территории Котловской и Вильской епархии. Старинный, величественный собор, который строился на пожертвования русских меценатов, строгановых, отмечает сегодня богослужение, главное богослужение свое в году, престольный праздник. Еще один Благовещенский храм есть в нашей Архангельской митрополии. Это Благовещенский храм в селе Несь немецкого автономного округа, который находится в Мирианмарской и Мизинской епархии. Это заполярное селение сохранило, преобразило святыню. Уже в 20 веке храм был отреставрирован, восстановлен. Сейчас он является важным местом, духовным местом на карте Немецкого автономного округа. Сегодня и там престольный праздник. Поэтому хочется поздравить всех прихожан Благовещенских храмов, те, которые я перечислил, а также те, о которых я и сказал. Их очень много по лицу земли и России. Вся Россия отмечает сегодня праздник. Мы еще поговорим о других Благовещенских храмах, в частности, о Благовещенском соборе в Москве. А сейчас обратите, пожалуйста, внимание, продолжается чтение третьего часа. Благовещенских храмах, в частности, о Благовещенском соборе. Я в прикрешении не суждать брата моего. Я в благословерный, свобейный и пол. А не великий, Господь, поклон, любви, все святы, Господи, святите на роду, есть ли ты везде. И смертей, Господи, и слава, и слава, и слава, и слава, и слава. Молитва Ефрема Сирина. Молитва прочиталась три раза с тремя земными поклонами. Молитва Ефрема Сирина – это принадлежность, богослужебная принадлежность Великого Поста. Покаянная, глубочайшая, сосредоточенная молитва, которая раскрывает для каждого верующего суть, смысл и цель покаяния. В праздник, в особый праздничный день, эта молитва совершается с тремя поклонами. В обычный постный день, если вы обратили внимание, бывая в храме, в Великий Пост, она совершается с 12 поясными поклонами и одним великим поклоном, с 16 поклонами. Молитва и поклоны, физическое делание, подвиг телесный, напоминает и призывает всех молящихся в храме к покаянию, потому что покаяние сопряжено с физическим посильным трудом, с воздержанием, обновлением души, с преданием себя в руки Божии, с смирением пред Богом, с покаянием и просьбой о помиловании. Все это внешне изображается преклонением колен или земным поклоном. В праздник эта молитва Ефрем Васильевна совершается с тремя великими поклонами, что мы сейчас с вами и видели. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В этом году праздник Благовещения Пресвятой Богородицы выпал на третью неделю Великого Поста или Крестопоклонную. Мы видим, что в центре храма положен украшенный крест Господня. Чтец и подиакон читает на клиросе, то есть на особом месте, на возвышенном месте с левой стороны от Иконостаса, читает богослужения часов по богослужебным книгам, в которых находится и само последование часов, и изменяемые части этого богослужения, например, тропари. Мы видим, как чтец, закончив чтение псалмов, начинает читать тропарь праздника, обратившись к церковному календарю. «Радуйся, благодатная Господь с тобою!» Так завершается тропарь сегодняшнего праздника. Напомню, что праздник Благовещения в нынешнем году совпадает с неделей третьей Великого Поста. А сколько же всего недель в Великом Посту? Давайте припомним. Начался Великий Пост недели первой воскресеньем Поста. Начался 14 марта, и первое воскресенье Великого Поста, называемое «Торжество православия», состоялось 20 марта. Прошла первая неделя Великого Поста, вторая неделя Великого Поста, и воскресенье, вторая неделя Великого Поста, был посвящен памяти святителя Григория Палана, архиепископа Фессалоницкого. 27 марта отмечался этот день. Затем еще одна неделя Великого Поста проследовала, и закончилась она третьим воскресеньем Великого Поста, крестопоклонной неделей. В крестопоклонную неделю на середину храма был вынесен крест Господень, честной крест. Сейчас идет очередная неделя Великого Поста. Крест находится в середине храма, укрепляя нас в несении подвига поста, напоминая нам о терпении, которому Господь совершал свои спасительные страдания на кресте. Крестопоклонная седница также особо сосредоточенная, молитвенная, строгая. Закончится крестопоклонная неделя неделей четвертой, то есть четвертым воскресным днем, то есть следующим воскресеньем, 10 апреля. Это следующее воскресенье будет посвящено памяти преподобного Иоанна Лествичника, который жил в VI веке. На четвертой неделе Великого Поста совершится одноважная служба. В среду вечером на следующей неделе во всех храмах будет прочитан великий покаянный канон Андрея Критского. Он уже читался на первой неделе поста, а на следующей неделе, на четвертой неделе Великого Поста, в среду вечером, этот канон будет прочитан полностью. Это богослужение среды. В среду вечера называется еще «Марийна стояние». Во время чтения Великого Покаянного Канона верующие будут читать в храмах житие величайшей подвижницы преподобной Марии Египетской. Это богослужение совершится в среду вечером на следующей неделе. А в четверг, в следующий день после чтения Великого Канона, совершится литургия преждеосвященных даров. Следующим торжественным богослужением этой недели будет богослужение похвалы Презвятой Богородицы. Или суббота Акафиста, 16 апреля. Оно состоится во всех храмах. Поэтому в пятницу вечером, накануне субботы, во всех храмах будет прочитан торжественный канон «Торжественный Акафист Презвятой Богородицы. Радуйся, невеста, невестная». Именно это богослужение предуставлено уставом. Причем его пение совершается только один раз в году, в субботу, пятой седмице Великого Поста. Реально он поется накануне, то есть в пятницу вечером. Приглашаем всех вас на это торжественное богослужение. Следующий воскресный день Великого Поста будет посвящен памяти преподобной Марии Египетской, которая жила в VI веке. Это воскресенье выпадает на день 17 апреля. Шестая неделя Великого Поста будет называться Седмицей Ваи или Цветоносной. В переводе с греческой Седмица Ваи звучит как Седмица или Неделя Пальмовых Ветвей. Как вы уже, наверное, догадались, эта неделя готовит всех нас к встрече праздника верного воскресения, а точнее праздника входа Господня в Иерусалим. Именно с этим праздником заканчивается совершение 40 дней Великого Поста и начинается затем Страстная Седмица. Итак, напомню, какие же воскресные дни мы отмечаем, чему посвящаются воскресные дни Великого Поста. Неделя первая, первое воскресенье, это Трождество Православия. Вторая неделя, память святителя Григория Паламы. Третья неделя Великого Поста, крестопоклонная, она сейчас была в прошлое воскресенье. Следующее воскресенье, преподобного Иоанна Лествичника. Автора замечательного духовного сочинения Лествицы, которое особенно в Посту Великом прочитывается до назидания всем. Неделя пятая Великого Поста посвящена преподобной Марии Египетской. Шестая неделя Великого Поста это Вербное Воскресенье или вход Господень в Иерусалим. А следующее воскресенье после Вербного Воскресенья это Пасха Господня. О календаре Великого Поста и Страстной Седмицы мы с вами еще сегодня сможем поговорить. Но я хотел бы напомнить вновь всем телезрителям телеканала Первой Сети Визор о том, что сейчас идет прямая трансляция праздничного богослужения в день Благовещения Пресвятой Богородицы. Почему столько много чтений и так мало пения слышим сегодня мы за богослужением? Это от того, что богослужение Благовещения совершается в Великий Пост. Сейчас мы видим, как заканчивается чтение часа и будет совершаться очередное богослужение. Давайте помолимся, послушаем, услышим и проникнемся этим Духом Постного Богослужения. Благовещения Пресвятой Богослужения Благовещения Пресвятой Богослужения за С وجу на TOP и святы наюда происходят и в complexes в decades дуа Jam den И в предъявительном начале власть судьбы, Самый тихий человек полючий, И имей нас грешный, Боже, да, И все его лестницы, и испаривайся, Как мысли купить его в грешении, И всех воздушных, и насечных, И видимых, и невидимых мурат, Приговори, здравствуйте, и восходки наши, И плути сердец наши, Словеса, и прочтения, и лукавствы, Бои, убори, и взаимодействие души наши, Так тебе, святая, 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 Тебе не преступника, без послушника, Для счастья света, И бесп socialists, и вх Bianca, И без шкалки, и без Rogers, И без пров Tuberства Sunshine, И незачальничество собственника, Не Хореста и Давос, И без любви благими, И к К contemporom, Ныне б에서도 яркий, И во двор, со gua zumindest 제�чику our love, И идите под вод densем НАШ around, И идите под водяй в семи падения, Христом Царем нашимief И в מה Mogørительство, ПЕСНЯ Продолжается совершение богослужения в день праздника Благовещения Пресвятой Богородицы. Мы видим, что на левом клиросе Святой Ильинского храма поменялся чтец. Богослужение продолжается и читается девятый час. Это также краткое богослужение, которое состоит из псалмов, тропарей и особых молитв, напоминающих нам о событии, которое совершилось в девятый час по древнеримскому исчислению. Девятый час соответствует приблизительно нашим трём часам дня, 15 часам дня. Главный тропарь этого часа рассказывает нам о содержании его. «И же в девятый час, то есть в девятый час, нас ради плотью смерть вкусивый, умертви плоти нашей мудрования Христе Божий и помилуй нас». То есть мы вспоминаем о том, как в девятый час, то есть в 15 часов по нашему времени, приблизительно в это время, Господь Иисус Христос, распятый на кресте, предал Свой Дух Господу. Он по-человечески приставился, а по божественному измерению сошёл во ад. Первенец из умерших, сам Господь, вкусив смерть, сойдя во ад, словно взрывает этот ад. Это важнейшее событие говорит нам о том, что Господь сделал, показывая любовь каждому из нас. Он ради каждого из нас претерпел смерть на кресте по-человечеству. Ни призрачную, ни образную, ни какую-то мнимую, как некогда говорили ересиархи, не то, о чём мы часто говорим, как о некоем предании, некогда не бывшем, а вполне реальном, конкретном, проявленном в истории смерти Бога-человека на кресте. Богослужение девятого часа напоминает нам об этом и призывает к особой молитве. Богослужение девятого часа напоминает нам об этом и призывает к особой молитве. Глава 8, тетя Лев. Глава 8, тетя Лев. Богослужение девятого часа напоминает нам об этом и призывает к облакотному Звучит песня. Звучит песня. Звучит песня. Звучит песня. Звучит песня. Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Только что мы слышали, как были прочитаны Тропарь и Кондак праздника. Что такое Тропарь и Кондак? Это краткие богослужебные тексты, песнопения, которые отражают суть сегодняшнего праздновного события. О Тропаре мы уже с вами говорили, в нем говорится днись, то есть сегодня спасение нашего главизна, начало. И от века от Таинства явления Сын Божий, Сын Девы бывает, и Гавриил благодать благовествует. Той же и мы с ним, Богородица Возопием, радуйся, благодатная, Господь с тобою. Здесь мы вспоминаем евангельское событие о приветствии Архангела Гавриила, которое он выразил Деве Марии, по приветствию его, радуйся, благодатная Мария. И только что прозвучал Кондак, в избранную воеводе победительное. Очень интересное приснопение, о ней расскажу чуть позже. Сейчас будет произнесена молитва преподобного Ефрема Сирина. Про цветок внутренних, встречно третьих дней и thoseрьме, да мне ей рождут моему. И Господь в Союзнаде уже для Свидею моя при приветствии не сексайте правилось верхнее дворец mündic all. Боже мой, Господи, Сын Господь живу природу на нас, Добрый с венёрзвター нашим завершений, даже, но ищу н 오히려 за великий раз. Боже ее желающий التي наде двигать всем благородного сцену, О здание пожреваемого Насправо, с благородительного спроса� 뭔 לה najлала себе вас, ПЕСНЯ 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 В Константинополе, в Аглахернском храме, когда в ответ на молитву жителей Царьграда Пресвятая Богородица склонила милость свою, и люди, изнеся в залив Константинопольский ризу Божией Матери, окунув ее в воды Босфора, избавились от нашествия русов, которые с большим множеством кораблей и воинов приступили к городу Константинополь, чтобы захватить его. Поднялась великая буря, и корабли безбожных русов, тогда наших далеких предков, не знавших еще христианской веры, были устрашены и в панике разбежались. А в благодарности об этом событии, это событие стало прославляться, почитаться, и осталось от того события молитва Пресвятой Богородицы, избранной воеводе победительной. И вот эта молитва является кондаком, праздником Благовещения Пресвятой Богородицы. Итак, напомню, что два главные краткие песнопения, тексты праздника Благовещения называются «Тропарь и кондакт». Тропарь и кондакт есть у каждого праздника. Напомню, что Благовещение Пресвятой Богородицы называется «главизной нашего спасения». Это действительно так. Хронологически и по существу Новозаветная история начинается не с Рождества Иисуса Христа, а с Его Матери, Пресвятой Девы, Пресвятой Девы Марии. Древние письменные источники о жизни Пресвятой Девы Марии неизвестны. И все сведения о Деве Марии подчеркнуты из устного предания. Это предание существовало в первых христианских общинах и передавалось из уст в уста. И вот это предание утверждает, что Дева Мария происходила из рода Давидова, царя Давида, и являлась дочерью благочестивых Иоакима и Анны. Девочка была поздним ребенком, дарованным им Господом, и в весьма преклонные года в ответ на родительскую молитву. И потому ее рождение родители восприняли как великое чудо и милость Божия. Следуя иудейскому обычаю, родители Иоакима и Анна решили посвятить Марию Богу. В те времена многие дети воспитывались при храме, а подрастая, внесли здесь определенные обязанности и послушания. В трехлетнем возрасте младенец Мария взошла по ступеням Иерусалимского храма, поручая себя милости Божией. Это событие мы вспоминаем в праздник введения во храм Пресвятой Богородицы. События Рождества Девы Марии и введения ее во храм имеют для христиан огромное значение. И поэтому Церковь почтила их особо торжественным празднованием. Сейчас будет прочитана вновь молитва преподобного Ефрема Сирина. Давайте мы прервемся, а после этого я продолжу рассказ о Деве Марии. Песня Рождества Девы Марии. Песня Рождества Девы Марии. Песня Рождества Девы Марии. Медленным протяжным пением Господи помилуй завершается чтение изобразительных. И сейчас духовенство во главе с митрополитом Даниилом вышло из алтаря в центр храма, в кафедре, для того, чтобы начать божественную литургию. А если говорить точнее, божественная литургия, сегодняшняя праздничная, соединяется из-за поста с вечерней. Богослужебно мы совершаем эту службу вечером. Поэтому особенности этого службы вы заметите, если бывали в храме в праздник, вы помните, как в торжестве начинается богослужение, то, наверное, обратили внимание, что сколько чтений и поклоны сейчас совершались даже в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Потому что оно совершается Великим постом. И так начинается, идет подготовка к совершению божественной литургии. Возглавляющий собор священников Протверей Владимир Кузев, мы видим, подходит от кафедры, взяв благословение Владыки. Берет благословение Владыки и портодиакон, старший диакон, отец Ираст, для того, чтобы подойти в алтарь и начать совершение божественной литургии, произнеся первый возглас божественной литургии. Давайте помолимся и посмотрим, как это будет происходить. Благовещение Владыки и портодиакон, благословение Владыка и Пыта, Отца и Сына, и Святого Рука, в ней небесно, и вовеки Господь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжается праздничное богослужение, и мы видели, как прозвучал главный восклос Божественной Литургии Евангелия, который сейчас мы видим, находится на престоле, было поднятым престолом, им был совершен крест над Антимийцем, и вновь началось чтение. Что это за чтение? Читается 103-й Псалом. Именно 103-м Псалом, прославляющим творение мира Богом, начинается вечернее, вечернее богослужение. Мы с вами говорили о том, что прославление Божией Матери чрезвычайно в Церкви. Праздник Благовещения Пресвятой Богородицы называется началом истории нашего спасения. И действительно, вот эти события Рождества Девы Марии, мы вспоминаем которые в праздник Рождества Пресвятой Богородицы 21 сентября, а 4 декабря мы отмечаем введение во храм Пресвятой Богородицы. Все эти события говорят нам о том, как история спасения проявляется в мире. Мы практически ничего не знаем о самом раннем периоде жизни Девы Марии, но из церковного предания, которое передавалось из уст в уста в первых христианских общинах, известно, что, достигнув определенного возраста, Дева Мария была обручена с пожилым человеком по имени Иосиф, с 80-летним обдавевшим старцем-плотником из галилейского города Назарета, дальним родственником Девы Марии. Иосиф был не мужем Марии, но обручником и хранителем ее девства, ибо посвященной Богу девушке надлежало пребывать в чистоте и целомудрии. Говоря о том, что для спасения человеческого рода Бог избрал особое средство, Бога-человечества, мы уже подчеркивали, что в этом средстве как бы соединяются два начала. Богу было угодно для нашего спасения применить средство Бога-человечества. Что соединяется в Бога-человечестве? О каких двух началах мы говорим? Прежде всего, это божественное присутствие и божественное всемогущество, «Ибо только во власти Творца было положить начало, конец действию первородного греха. Только Бог мог прекратить действие первородного греха в человечестве. Только Бог может возвратить человечеству благодать, исходящую от Бога. И так действие Бога необходимо, нужно преодолеть, простить, восстановить падшую природу человека. А вот другой составляющей спасения является свободная воля самого человека. Ибо без свободного, действенного соучастия в деле искупления греха спасение не имело бы достоинства свободного выбора. Было чрезвычайно важно, чтобы потомки Адама и Евы с сердцем откликнулись на призыв Бога. И, ответив Ему, мы согласны на то, чтобы обрести спасение, дарованное Тобою. Нужно было, чтобы от человечества кто-то сказал, откликнулся на этот призыв. Мы готовы и желаем найти, Господи, Твое спасение, дарованное Тобою. И готовы вместе с Тобой участвовать в этой тайне. И вот такое согласие от имени всего человеческого рода произнесла Дева Мария в праздник Благовещения. Это событие называется Благовещением, а по-гречески «евангелизмус», то есть «благая весть». Вот что рассказывает об обстоятельствах Благовещения Евангелия от Луки. Послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к Деве, обрученной мужу именем Иосифу, из дома Давидова, имя же Деве Мария. Ангел, войдя к ней, сказал, радуйся, благодатная, Господь с Тобою. Благословенно ты между женами. Она же, увидев Его, смутилась от слов Его и размышляла, что бы это было, «Что это за приветствие?» И сказал ей ангел, не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога, и вот зачнешь во чреве, и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик, и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца. Мария же сказала ангелу, как это будет, когда я мужа, не знаю. Ангел сказал ей в ответ, «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое Святое наречется сыном Божиим». Ангел привел Марии свидетельство о том, что Елизавета родственница, ее родственница, некогда называемая бесплодной, и она зачала сына в старости своей, потому что Бога не останется бессильным никакое слово. И тогда Мария сказала важнейшие слова, «Се, раба Господня, да будет мне по слову Твоему». И отошел от нее ангел. Так свидетельствует евангелист Лука в первой главе своего Евангелия. И вот эти слова, «Се, раба Господня, да будет мне по слову Твоему», не только выражают кроткую готовность Девы Марии принять это известие от ангела, но и являются формулой согласия рода человеческого на соработничество Богу в деле спасения. Так замечательно об этом событии размышляет святейший патриарх Кирилл. Он эти слова говорил еще будучи митрополитом. И действительно, это согласие Девы Марии не следует воспринимать как ограничение свободы людей, не ограничило Пресвятая Богородица свободу выбора всех людей. Нет. Дева Мария выступает перед Богом от имени всего человеческого рода, однако данное ею согласие не может рассматриваться как покушение на чью-то свободу, ибо каждый, кто свободно принимает Христа, становится соучастником спасительного божественного действия лично, по своей воле и через собственные усилия. Таким образом, в событии благовещения реализуется наша собственная свобода выбора. Это очень хорошо проявляется в жизни человеческой, когда мы встаем на путь веры, когда вдруг для человека открывается истина веры. Некогда неверующий, а может быть даже враждебно настроенный по отношению к вере, к церкви человек, вдруг становится верующим. Происходит таинственное обретение веры. И это таинственное обретение происходит в ответ на желание человека, на поиск человека, на обращение его к Богу. Всякому неверующему или ищущему Бога можно пожелать и посоветовать также ответить Богу на призыв, направленный к Нему. «Помолиться, Господи, открой мне себя, научи меня быть Твоим. Объясни, разъясни мне истину Твою, не истину мира, не мою правду, потому что моя правда и моя истина – ничто. Всю жизнь я наблюдаю за тем, как падаю, бесконечно падаю, и не нахожу никакой опоры в себе самом, потому что в суть моей души есть слабость и грех. А Ты, Господи, сила величайшая и любовь неизмеримая, открой мне себя, сердцу моему». И вот когда такая или подобная молитва от человека произносится «Господь», открывается человеку чудес этих величайшее множество и свидетельств огромное количество. И вот в праздник Благовечной Пресвятой Богородицы иконы, мы только что с вами видели, состоялся этот ответ устами Богородицы всего человечества на призыв Божий. Конечно, известно и скептическое отношение разных людей к чуду бессеменного зачатия неискусоможной девы. И с точки зрения науки и нашего человеческого опыта бессеменное зачатие представляется невозможным. «Но ведь Бог есть Творец мира со всеми Его физическими законами, и поэтому невозможное для нас не является невозможным для Него, для Бога». И в этом смысле наши знания и представления носят весьма условный характер. Когда мы говорим, что чего-то не может быть, то исходим из представлений и реальности соприродных нашему человеческому миру. Но, как прекрасно выразился святой Андрей Критский в своем Великом Покаянном Каноне, «Бог, и где же хочет, побеждается естества чин, творит Бог елико хочет». И вот наше отношение к благовещенному, к непорочному зачатию Пресвятой Девы и Сына Божия должно характеризоваться одним словом – благоговение. Нам следует благоговейно веровать в то, что Божия Матерь, по словам святого Амбросия Медиаланского, «и после того, как зачала в очреве, осталась Девой, и после того, как родила, осталась Девой». Такова вера Церкви. И, как говорит святитель Иоанн Златоуст, «Дух Святой засиял в чистом зеркале, в непорочном теле Девы, образовав совершенного человека, не по закону природы, не из человеческого семени, но неизъяснимо исткав в ней зародыш, словно некую ткань для спасения людей». Сокрытая здесь Великая Божественная Тайна не обнаруживает себя ни в человеческом разуме, ни в знаниях, ни в воображении. Стать сопричастником Ее можно только силой веры, ибо содержание, значение и реальность этой тайны открываются нам в настоящем духовном религиозном опыте. Сокрытая здесь Великая Божественная Тайна «Боем Отца, Сына и Святого Бога Бога!» «По Своим истинам вся временам, верите, власть и преподобие!» Сокрытая здесь Великая Божественная Тайна «Боем Отца, Сына и Святого Бога!» Сокрытая здесь Великая Божественная Тайна «Боем Отца, Сына и Святого Бога!» Сокрытая здесь Великая Божественная Тайна «Боем Отца, Сына и Святого Бога!» Сокрытая здесь Великая Божественная Тайна «Боем Отца, Сына и Святого Бога!» Сокрытая здесь Великая Божественная Тайна «Боем Отца, Сына и Святого Бога!» Сокрытая здесь Великая Божественная Тайна «Боем Отца, Сына и Святого Бога!» Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. А затем будут прочитаны два отрывка, посвященные празднику, особые пророческие отрывки из книги «Исхода» и из книги «Притчи». Чтение совершается произнесением прокинна, который готовит, определяет внутреннюю духовную сосредоточенность, подготовку перед чтением Писания, призывает к молитве Господа, даровавшего нам слово премудрости и милости своей. Духовенство находится в алтаре, владыка стоит на горном месте, в центральной части алтаря, в возвышенном месте, а чтец находится под домводом. Сейчас паркинг читает священник Артемий Ведерников. Дочка служит в храме епархиально-воскресной школы, в храме царевича Алексея, является председателем, руководителем епархиального отдела религиозного образования и катафизиации. В праздник Благовещения, как я сказал, читается по религии, это отрывки из Ветхого Завета. Праздничное чтение, одно из праздничных чтений, читается из книги Исхода, из третьей главы Исхода. Я прочитаю вам этот текст по-русски, по тексту, сенитальному тексту Библии. Пришел братец Моисей к горе Божией Хариву, и явился ему ангел Господень в пламени огня из тернового куста. И видит он, Моисей, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. И сказал Моисей, пойду и погляжу на это великое видение, отчего это куст не сгорает. Когда же увидел Господь, что он подходит посмотреть, позвал его Господь из куста и говорит, Моисей, Моисей, он же сказал, что, Господи? Господь сказал, не приближайся сюда, сними обувь с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. И сказал ему, я Бог Отца твоего, Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Моисей же отвернул лицо свое, потому что боялся взглянуть в присутствие Бога. И сказал Господь Моисею, я возрел и увидел бедствие народа моего в Египте, и услышал вопль его от надосмотрщиков. Я знаю страдания его, и сошел спасти их от руки египтян, и вывести их из земли той, и ввести их в землю хорошую, обширную, в землю, где течет молоко и мед. Вот эта купина, о которой вспоминалось в том чудесном видении, в этом событии ветхозаветном, является прообраз Божией Матери. Горящая и несгораемая купина. Куст горящий и несгораемый. Это величайшее предзнаменование тайны Божией, Божьего воплощения, о том, что Пресвятая Дева до Рождества, в Рождестве и по Рождестве оставалась Девой, словно горящий и несгораемый куст купины. Но продолжается Божественная Литургия. Сейчас завершилось совершение вечерней, и такой плавный переход через малую и к тени переводит нас к совершению праздничной Божественной Литургии. Давайте вместе подпидаем, а самое главное помолимся о том, чтобы Господь благословил нас в этот день праздника. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДimaTorzok ДimaTorzok ДимаTorzok 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 Звучит торжественный гимн, Аллилуйя, то есть прославляющий Бога хвала, Господу. Закончилось чтение апостола, и в центр храма на возвышенное место перед иконостасом, на Амвон, вынесено Евангелие. Богатоукрашенная книга слов Господа Иисуса Христа. Сейчас будет прочитан отрывок из Евангелия от Луки, посвященный празднику. Старший диакон, отец Ираст, спрашивает благословение у владыки на чтение Евангелия. Святого, славного, всех вальпы на волны, и в хилиста Луки додаст и глагол благовествующему силою многою в исполнении Евангелия возлюбленного Сына Своего, Господа нашего Иисуса Христов. Аминь. Прямо дасть прости, услышим все дожды Евангелия. Мира всех. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Удивительным, мистическим, непостижимым образом соединилась и природа божественная Поэтому мы говорим, что Господь Иисус Христос — Бога-человек Почему об этом важно говорить в праздник Благовещения? Ведь в Благовещении и произошло это соединение — божественное и человеческое Чуть раньше мы с вами говорили о том, что Пресвятая Богородица, когда приняла эту благую весть от Архангела Гавриила, что она может стать Богородицей, она согласилась принять это известие и послужить так Богу и миру. «Сероба Господня», — сказала она. И в этот момент и произошло это соединение. В естестве Девы Марии как в человека и осененные благодатью Духа Святого состоялось это соединение. Непорочное зачатие Господа Иисуса Христа в очреве Девы Марии. Величайшие тайны окутаны таинственным благоговением. То, о чем не говорят, а только на веру принимают с благоговением как величайшую тайну. Сегодня мы это празднуем вместе с вами. Сейчас будет произнесена молитва о мире на Украине. Давайте помолимся о наших братьях. Господи, Иисусе Христе Боже наш, призри милости вам Твоим оком на скорбь и многоболезненно его плеча Твоих в земле у крайнестей сущих. Избави люди Твои от междоусобной брани, утоли кровопролития, отврати на лежащие беды, решенная крова, ведев дома и алчущая напитай, плачущая, утешая, разделенная совокупить. Не остави стада своих отродних своих, в озлоблении сущих умалитеся, но скорое примирение по щедро дару, ожесточенных сердца умягчи, к Твоему познанию обрати. Мир Церкви Твоей и верным чадом я подашь, да единим сердцем и единым и усты, прославим Тебя, Господа и Спасителя нашего, во веки веков. Аминь. Умолитесь, не отношения к Господу. Господа, Юрий. Шаган. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Хотелось бы несколько слов сказать и об истории праздника. Датой Благовещения как на Западе, так и на Востоке считается 25 марта по старому стилю. Эта дата отстоит ровно на 9 месяцев от 25 декабря по старому стилю. Вот именно это число 25 декабря с 4 века сначала на Западе, а затем и на Востоке считается днем Рождества Христова. Конечно, условно считается. И вот кроме того, это число согласуется с представлениями древних церковных историков о том, что Благовещение и Пасха как исторические события произошли в один и тот же день года. 25 числа плюс 13 дней мы получаем 7, как 7 января Рождества, 7 апреля Благовещения. И впервые эта дата появляется в сочинениях западных авторов 3 века Тертулиана, священномученика Ипполита Римского и как день распятия Спасителя, так же указывается она по римскому календарю. Еще в 6 веке святой Розмартин писал, что многие гальские епископы почитали Пасху неподвижным праздником. И при этом священномученик Ипполит на основании сопоставления ряда библейских стихов и буквального их толкования утверждал, что Рождество Христово произошло через 5500 лет после сотворения мира. Вот это убеждение о 5500-летнем возрасте творения ко времени пришествия в мир Спасителя и о совпадении дат сотворения мира и пришествия Христа во плоти перешло в александрийскую традицию толкования. Но здесь решающая стала дата не Рождества, а дата Благовещения. Святой Афанасий Великий писал, что Христос воплотился в утробе Девы на 25-й день марта, потому что в этот день первоначально Бог создал человека. Вот такое интересное сопоставляние. Мы еще вернемся к истории праздника, а сейчас я приглашаю всех вас вместе помолиться с Духовенством. Звучит хирургинская песня, и после нее совершится Великий Вход. Мы видим, что с воздетыми руками, обращенными к Богу сердцами, Духовенство молится, прикладывается ко Святому Престолу, к антименсу, к плату, развернутому на престоле, на котором будет совершаться таинство приложения святых хлеба и винов в истинное тело и кровь Господню. Духовенство, сослужащие Владыке Даниилу в Святой Ленинском Кафедральном Соборе, также прикладывается, то есть целует Святой Престол, кланяется молящимся людям в храме. Люди благоголейно отвечают священникам на их поклоны. Владыка полагает воздух на плечо старшего диакона, дает ему в руки кадила, и диакон выходит из алтаря, совершая хождение, готовя всех молящихся и сам храм к Великому Входу. Мы видим, что на жертвеннике положены чаши, в которых налито приготовленное вино, а на дискосе, на плоском сосуде, напоминающем блюдо, положен агнец, приготовленный для приложения в истинное и причистое тело Господне. Владыка разоблачает, снимает с себя малый амафор. Это разоблачение говорит о смиренном пред Богом готовности, смиренной готовности пред Богом совершить Великий Вход. Вспоминается этим событием и то, как Господь, облученный в простую одежду, на простом осленке, входил в Иерусалим. Мы видим, как овейные ладаном, благовонным дымом кадила, на сосуды, находящиеся на жертвеннике, полагаются покровы, покровцы, они именно так и называются. Под этими покровцами хлеб и вино, которые таинственно станут телом и кровью Христа. Там же, на дискосе, находятся частицы, маленькие крошечки из просфор, которые вынуты в память о тех людях, кто попросил о них помолиться, кто просил священника вынуть в память их или их почивших сродников или близких частицы. Мы видим, что начался Великий Вход. Из алтаря торжественно выносится митр, а мафор, дьякон при несении кадила, выносит к царским вратам дискос, встает на одно колено в благоговении и смирении пред славы и величием Божьим. Также сошествуют и священники, которые выносят чаши, покрытые покровцами, и духовенство сослужащие. Дальше несет кресты, символ победы Господней и символы крестных страданий, копье и трость, копье и лжица, которым будут причащаться верующие. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аминь Аминь Субтитры создавал DimaTorzok Аминь 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 отчитываются даты и других праздников – Рождества, Христового зачатия и Рождества Святого Иоанна Претечи. День Благовещения нередко считался днем начала церковного или даже гражданского года, как на Востоке, так и на Западе. Есть такое именование в богослужебном церковном календаре – Кирио Пасха. Кирио Пасха – господственная Пасха. Пасха, когда совпадает в день Пасхи и праздник Благовещения. Ошибочно, этимологически говорят, что Кирио Пасха переводится как Господня Пасха. Скорее всего, это Пасха господственная, то есть настоящая Пасха, торжествующая, когда и Благовещение, и Воскресение Христа совпадают в один день. Сейчас Кирио Пасхой называют случающейся один раз в несколько лет совпадение праздников Пасхи и Благовещения. В России в связи с использованием церковью юлианского календаря 25 марта выпадает всегда на 7 апреля по грекорианскому и гражданскому нашему календарю. Сейчас прозвучал Вожглас, возлюбим друг друга, куда единомыслием исповедуем. Единая мысль, единым сердцем верующие произносят символ веры. А духовенство в алтаре, подходя, лабызая Патир и Дискос, подходит к Владике Даниилу и отвечает на его слова. Вот и как говорит Христос посреди нас, священники говорят, и есть, и будет. Итак, символ веры торжественно поется сейчас в храме. Песня. 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 ПЕСНЯ Началось совершение самой важной и торжественной части богослужения Евхаристического канона. По общей соборной молитве Церкви, предложенной для литургии хлеб и вино, в этой части богослужения становятся истинным телом и кровью Господа Иисуса Христа. Не будем прерваться, но помолимся о том, чтобы Господь сподобил нас благодатного дара, неспосылаемого им всякому верующему сердцу, походатайства Девы Марии. ПЕСНЯ 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 Слава Богу! 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 Мы видим, как в Святолинском соборе закрылись царские врата и началась подготовка к причащению мирян. Прозвучал возглас святая святым, который от лица молящихся посвящается Богу со смиренным призванием и исповеданием того, что к причастию, причастие достойны только святые люди. А Господь и есть тот один святой, выше которого не может быть ни один человек, ибо нет такой святости в людях. Со смирением хор от лица людей отвечает «Един свят», «Един Господь», то есть один Господь свят, Иисус Христос, который пришел во славу Бога Отца. Почему Господь Иисус Христос сравнивается с нами людьми? Ведь Он Бог. Да, Он Бог. Но ведь Он и человек. Помните, мы говорили о том, что в праздник Благовещения мы вспоминаем и торжествуем события Бога воплощения. Воплощение Бога. Бог соединяется с плотью человеческой. Этому таинству послужила Дева Мария. Очень интересно, что в древних иконописных изображениях часто встречается Богородица в сюжете Благовещения, когда Ахангель Гавриил ей благоростоит. Она держит в руках руно или великое плетение. Откуда такой символ? Он очень древний. Он изображает попытку благоговеренно, образно представить, что же произошло в чреве, в утробе Девы Марии, в плоти, в Ее естестве, в момент Благовещения. Как исткалась плоть Бога-человека. Эта величайшая тайна отражена была и в иконографии, и в богослужебных текстах. Это, например, икона, которая относится к XII веку, известная как Устюжское Благовещение. Эту икону по преданию написал и молился перед ней святой Прокопий Устюжский. Эта икона была принесена в Москву Иоанном Грозном из Новгородского Юрьева монастыря. Иконографической особенностью этой иконы является образ воплощенного младенца Христа, изображенного на груди Богоматери. И вот становление Божьего Слова плотью, сам этот духовно возвышенный процесс, он соотносится здесь с одним преданием. По преданию, Богородица, Дева Мария, тогда еще будучи Девой, в храме находясь, она занималась тем, что с молитвой плела храмовую завесу. Ту завесу, которая отделяла святая святых от основного Иерусалимского храма, отделяла ее завеса. Она была большая, многослойная, создавалась она по древнему закону. И вот в плетении этой завесы принимала участие Пресвятая Богородица. Чувствуете, какая аналогия? В плетении этой завесы принимала участие Божья Матерь. И она действительно явила собой, словно это удивительное плетение человеческого и божественного естества. Такой глубокий созерцательный образ. И вот Божья Матерь, она словно соотносится с плетением храмовой завесы. Удивительно говорится об этом образе в восьмой песне Великого Канона Андрея Критского. Вот по-славянски как он звучит. «Яко от обращения червляницы, причистая, умная, богореница Эмманулова, Внутрь, во чреве твоем, плоть из ткаси, Тем же Богородицу воистину тебя почитаем». Какие сложные глубокие слова. Вот если и разбирать их. Как от вращения, как от плетения, переплетения этих красных червленых нитей Рождается умная богореница, то есть духовная, богословски насыщенная, Таинственная богореница, ткань. Словно от плетения благодатных даров рождается ткань. Вот эта ткань, это плоть во чреве Божьей Матери из ткаси, то есть саткана. И поэтому мы Богородицу воистину ее величаем. Вот удивительный этот образ. Очень торжественно Божья Матерь воспевается в богослужении православном. Нигде, поверьте, нигде нет столько похвал, Столько мудрых слов, столько духовно проникновенных песнопений, Столько понимания величины и тайны, как в православном богослужении. Нигде не сохранилось. Столько, как в православии, такого количества молитв, текстов, Которые воспринимаются именно как проявление любви к Божьей Матери. Благоговение перед ней. И свидетельствия о ее благодатной помощи, Потому что к пустому колодцу люди-то не приходят. И ответ на молитву Божьей Матери, он так был явственен для многих-многих людей, Живших на протяжении многих веков. И вот квинтэссенция всего этого опыта веры, Опыта исповедания Божьей Матери, Опыт веры был зафиксирован в богослужении. К нам богослужебные тексты пришли из Византии, Были переведены с греческого языка, Но в последние времена, конечно, были и самостоятельно, И писались и на русском, и на славянском языках. И сейчас такие тексты составляются, И мы читаем их в словах Крафиста. Вот, например, как Пресвятая Богородица прославляется В богослужении, которое было накануне сегодняшнего богослужения, Ведь праздник начинается с вечера. «Тайна во священных писаниях, Глаголосе о Тебе, Матери Вишнего, Лестницы бодревли Иаков, Те образующую, Видев рече». Здесь воспоминаются ветхозаветные образы. В священных писаниях таинственно говорится о Тебе, Матери Всевышнего, «Ведь Иаков, древний братец, В древности, увидев лестницу, Прообразовавшую Тебя, Сказал, Это Божие основание, Потому Ты достойно слышишь, Радуйся, благодатная, Господь с Тобой». Вот еще замечательный ветхозаветный образ. Лестница, возводящая на небо, По которой восходили и нисходили ангелы, Это символ Божией Матери. Той лестница, которая возводит все человечество Через Радуй во Христе К спасению. Поэтому мы и молимся Божией Матери, Пресвятая Богородица, Спаси нас. А вот образ, который был связан С жизнью еще одного ветхозаветного Проатца, Моисея. Дивное знамение Моисею, Священозрителю, Показали куст Терновный и Огонь. Ища же исполнение Его в последующее время, Он сказал, увижу это в Деве Чистой, Которой, как Богородице, Да будет сказано, Радуйся, благодатная, Господь с Тобою. И здесь вот в этой, в этом тропаре Девятой Песни Канона, Какое глубочайшее, Духовно насыщенное, Богословское насыщенное содержание, Буквально в нескольких, двух-трех предложениях. Здесь мы воспоминаем Этот Терновный куст, Купину, Неополимую. Помните, вначале мы с вами говорили И читалось по ремею об этом. И Даниил, пророк, и многие пророки Прославляют Божью Матерь. Мы видим, что в алтаре Закончилось причащение духовенства. Владыка вместе со священниками Выходит на облом для того, Чтобы причащать молящихся мирян. Придумемся. Причастники, повторяйте за мною Молитвы ко святому причащению. Верую Господи, И исповедую, Их ты и си воистину Христос, Сын Богожеван, Пришедай в мир грешно И спасти один же верой из вас. Ищи веруя по себе Самое причистое тело Твоя, И сей самое честное кровь Твоя, Молюсью бы Тебе повидлыми, И прости мне при решении Моя вольная и невольная, Я же словом, я же делом, Я же ведним и неведним. И сподобия мя неосужденно Причаститесь, Причистых Твоих таяц, Во оставление грехово В жизни вечную. Аминь. Вечерит Твоя тайная День, Сыне Божий, Причастниками обреми. Не по врагам Твоим тайн поверь, Не лапзанье Те дам я поютах, Но я по разбойник, Исповедую Те, А помними, Господи, Во царстве Твое. Да не в суд или во осуждение, Будет мне причащение, Причистых Твоих таяц, Господи, Но в исцеление души и тела. Аминь. Напоминаю, Он не был на их царе, Но он не должен, Исповедую, 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 Исповедую. Началось причащение святых тел и крови христовых мирян, То есть тех людей, Кто пришли в храм И подготовились к причастию. В Великом посту особенно важно Пользоваться этой возможностью Почаще причащаться святых христовых тайн, Ибо мы соблюдаем пост, Стараемся по мере сил нести покаянный подвиг И молитвы совершать, Поэтому и таинство святого причащения должно совершаться. Подготовка к причащению Состоит из соблюдения Великого поста. Пост соблюдается в меру физических возможностей человека И утверждается благословением духовника, То есть священника, К которому можно подойти и посоветоваться О той мере поста, которую человек может понести. Соблюдая пост, совершая чтение особых молитв, Душа человеческая и тело человеческое Готовится к принятию этой величайшей святыни. Без подготовки нельзя подходить к причастию, Об этом всегда предупреждают священники перед причастием. Мы видим, что с благословением люди подходят И крестообразно складывая руки на груди, Принимают на ложечке частицу Тела и крови Господа Иисуса Христа. Сегодня праздник Благовещения Пресвятой Богородицы Один из двенадцати величайших праздников, Но сегодня еще один важный день в истории Церкви. Сегодня день блаженной кончины Одного величайшего человека, Которому Господь судил Быть свидетелем Тяжелейшего время испытаний Русской Православной Церкви. Я говорю о дне блаженной кончины Святителя Тихона, Патриарха Всероссийского. Сегодня, послужив в этот день, В праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, Но уже десятилетия назад Представился Святитель Патриарха Тихон. Он представился, послужив Божественной Литургией, Причастившись к святых христовых тайн. Известно, что он был Сыном священника, Благочестивой священнической семьи. Родился он 19 января 1865 года В селе Клин Торопецкого уезда Псковской губернии. Закончил духовное училище, Затем Санкт-Петербургскую Духовную академию. 23 года он стал Кандидатом богословия. Возвращается в Псков, Преподает в семинарии, Принимает монашеский постриг. В честь святителя Тихона Задонского. Затем его в 1892 году Уже отца Тихона переводят Инспектором в Холмскую духовную семинарию. А в Свято-Троицком соборе Александра Невской лаври В 1899 году Состоялась его хератония Воепископа Людминского. Так он стал архиерем. Затем Владыке предстояло Подъять свое церковное служение В Америке, В православной Америке. Возводил он новые храмы Среди которых и знаменитый Величественный Свято-Никольский храм Свято-Никольский собор В Нью-Йорке. Его паства очень любила И почитала. Но самое главное То, что пришлось испытать Святителя Тихона, Это, конечно, было время После 1917 года. Он был промыслом Божиим И собором, Поместным собором В Абгустской церкви, Избран патриархом. В его лице, Его именем было восстановлено Патриаршество. Но власти не давали Спокойно служить Святителю Божию, Всячески пытаясь Преследовать его. И были существованы аресты. Арестован он был В 1922 году, 16 мая по июнь 1923 года, Доходился в заточении. Но власти не сломили Святителя. И были вынуждены Выпустить его. Однако стали следить За каждым его шагом. 12 июня 1919 года И 9 декабря 1923 года Были предприняты Попытки убийства. И вот при втором покушении Мученический погиб Келийник патриарха Яков Полозов. Несмотря на гонения, Святитель продолжал принимать Народ в Донском монастыре, Где он служил. Где он жил уединенно, Смиренно. И люди шли к нему Нескончаемым потоком. Они приезжали к нему Издалека или пешком Преодолевали тысячи верст. Последний мучительный год Своей жизни он, Преследуемый и больной, Неизменно служил В воскресном и праздничным дням. А 23 марта 1925 года Он совершил Последнюю божественную литургию В Церкви Большого Вознесения, А в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, Почил о Господе С молитвой на устах. Прославление, как святого, Патриарха Тихона, Произошло на Архиерейском соборе В 1989 году, В день представления апостола Иоанна Богослова. И многие видят в этом промысл Божий. Святитель Тихон был очень добрым, Любвеобильным человеком. Дети любить друг друга, Говорит в последней проповеди Апостол Иоанн. И эта заповедь Господня, Если соблюдете ее, То и довольна. И вот в инисон с этими Словами звучат и последние слова Патриарха Тихона. Он обращался ко всем нам, Ко всем верующим, Такими словами. Чацы мои, Детки мои, Все православные русские люди, Все христиане, Только на камне врачевания Зла добром Созидается нерушимая слава И величие Нашей святой православной церкви. И неуловимо даже для врагов Будет святое имя ее, Чистота подвига ее, Ее чад и служители, Следуйте за Христом, Говорил Патриарх Тихон всем нам, Не изменяйте Ему, Не поддавайтесь искушению, Не губите в крови отмщения И свою душу, Не будьте побеждены злом, Побеждайте зло добром. Эти слова, Духовные наставления святителя Тихона, Звучат сегодня и для каждого из нас В праздник Благовещения Пресвятой Богородицы. Заканчивается Божественная Литургия. Чаша, стелана кровью Христовой, Торжественно перенесена С престола на жертвенник. Перенесена она была следующим образом. В царских вратах Старший священник, Партерей Владимир Кузев, Вознес ее, Говоря, Всегда ныне и пристанно Великий веков. Аминь. Это тоже великий символ. Символ Вознесения Христа Со своей честной плотью, С причистой плотью на небо. Да-да, Вознесение с телом на небо. Отвечает Церковь в праздник Вознесения. А сейчас звучат Благодарственные молитвы, Благодарственные ктения о Пречащении. Она закончится чтением Замводной молитвы И особых праздничных песнопений. Давайте вместе помолимся И станем свидетелями Этой общей соборной молитвы. Благодарственные молитвы, Благодарственные спасения, Спасивши сами себе, И друг друга, И наш живот наш, Христа Богу, Пряноси. Благодарственные, Благодарственные, Иосвящение наше, Тебе славу Воссылаем, Отцу и Сыну, И Святому Духу, Ныне и пристань, Во веки веков. Благодарственные, Восторг, С'mon, И Зоан, И Зоан, И Господи, Отцу и Сыну, И Господи, Отцу и Сыну, Отцу и Сына, Отцу и Сына, Отцу и Сына. ПЕСНЯ 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 разные, но когда человек начинает этим поясом припоясываться, то завязывая, эти концы становятся рядом друг с другом. Вот так же и здесь два события. Начало нашего спасения, благая весть, которую мы сегодня совершаем, и крест Христов, где мы с вами слышали слова, которые очень четко отображены в Евангелии, Господь сказал, совершилось начало и конец нашего спасения. Они вот здесь, в этих праздниках. И мы с вами сегодня прославляем, величаем великую из всех жен на земле, Пречистую Деву Марину. Ее церковь именует Второй Еву. И отцы церкви сравнивают поведение одной из другой. Святитель Филарет, митрополит Московский пишет, первая Ева, не задумываясь, сразу поверила, поверила врагу рода человеческого и согрешила. Второй Еве является Дух тоже. Архангел Гавриил является и приветствует ее таким приветствием, в котором никогда ангелы не обращались к людям. Радуйся, благодатная, Господь с тобою. Такие слова не слышало человечество с момента своего грехопадения. И вот слышит род человеческий в лице этой Девы, смиренной и кроткой, и не сразу принимает в Деву эти слова. Она смущается. И как продолжает святитель Филарет, вот здесь для нас пример подражания. Когда мы слышим какие-то слова, которые нас приводят в смущение, как мы должны поступать, как Дева Мария. Она, приняв эти слова, услышав, точнее, стала размышлять. Стала размышлять, значит, молиться, просить Господа, чтобы Он вразумил ее, чтобы Он открыл ей сущность этих слов. Затем она, помолчав, подумав, помолившись, задает вопрос, как он будет сие, ведь я мужа не знаю. И тогда сказал ей Архангел Гавриил, Дух Святой найдет на тебя, и сила Вышнего осенит тебя. И дальше опять пауза. И вот здесь величайшая тайна. Величайшая тайна и ответ, почему Господь не приходил раньше на землю. Почему нужно было ждать несколько тысячелетий человечества? А для того, чтобы вот эта единственная из всех жен, рожденных на земле, должна была появиться на этой нашей грешной земле. Вот этот цветочек святой, чист, незапятный. И в этом цветочке главное это ее глубочайшее смирение и послушание. Господь вселяется в человека подобного ему. Господь показывает нам предел смирение, которое не выдерживает человеческое естество, а Господь выдержав, приняв естество, наше с вами и показал. И вот начало этого глубочайшего смирения сегодня в этом празднике, когда он снисходит с превышних небес в человеческую утробу, где затем, рождаясь, он становится абсолютно беспомощным. Абсолютно таким смиренным, как все дети, ничем не отличаясь от других, то, что вокруг даже не замечали его сверстники. А затем проходит время. И опять пример величайшего смирения на кресте. Как Дмитрий Ростовский пишет эти праздники. Благовещение воскресенье, крестное пасхо. Они объединены в мученичество. Как Пресвятая Богородица сколько претерпела вот этих мыслей, когда на нее смотрел, смущаясь Иосиф, смотрели другие вокруг. Что же такое делается? Почему? Она не праздна. И вот это ее мученичество начиналось вот с этого благовещения, с этого вынашивания маленького младенца. И на кресте это величайшее мучение, которое Господь ради нас с вами претерпел. И вот каждый праздник он нам говорит о том, как мы должны поступать, что мы должны делать ради этого праздника. И вот Отцы Церкви нас учат, чтобы мы соединялись с Господом так, как с Ним соединилась Пресвятая Богородица. Как она соединилась с Ним? Однажды и навсегда. Даже когда Он вознесся на небо, она была все равно с Ним в своем сердце. Духом была всегда с Ним. Так же и мы должны быть с Ним. Святитель Феофан Затворник пишет, всех женщин объединяет одно. У них естество, которое вынашивает, выращивает будущего человека, естество одинаковое. И вроде бы они все одинаковое, но что их отличает? Внутреннее наполнение. Одна выращивает этого младенца в своей тропе с Богом вместе. Она живет этой духовной жизнью. А другая, даже не хочется говорить, как вынашивает своего младенца. Внешне все одинаково, но дети рождаются разными. Дети живут потом разной жизнью. Потому что мать заложила в них что-то не то. И человек страдает, может быть, не зная, как проходило вот это время, ношение его в очереди мать. Вот мы должны всегда стараться быть с Богом, как Пресвятая Дева. А для этого нам нужно ей подражать. Для того, чтобы праздник почувствовать, для того, чтобы возрадоваться в этот день, пишет Феофан Затворник, нужно одно. Не какое-то искусственное возбуждение себя, чем страдает католическая церковь, а нечто другое. Что? Это борьба с грехом. Когда мы боремся, когда мы исповедуем свою немощь, просим у Бога прощения, начинаем смиряться перед близкими, тогда к нам приходит мир Христов, пишет святитель Феофан Затворник. А за ним приходит радость. Я хотел бы, чтобы мы с вами, преодолев половину поста, не оставляли борьбу за грехом. Пасхальная радость дается через преодоление этого греха, через борьбу со страстями, через утеснение себя. Мы почувствуем необычайный мир, вот эту кротость и смирение Христово и, конечно же, величайшую радость. Аминь. С праздником. Словами замечательной проповеди митрополита Таниила, архангельского и хламогорского, завершается сегодняшнее праздничное благослужение в Свято-Ленинском соборе. В день Благовещения позвольте и мне поздравить всех вас, а особенно поздравить и поблагодарить всех сотрудников телеканала, потрудившихся над данной трансляцией. Вместе с вами за ходом богослужения следил и молился я, священник Валерий Суворов, на стояке Госкресенского храма города Северодвинска. Храни вас Господь! И до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok